все симптомы так называемых нижних мочевых путей пациенты склонны называть простатитом простатит есть не что иное как воспаление предстательной железы схожие симптомы могут быть у пациентов с аденомой с раком предстательной железы и с другими функциональными расстройствами если мы говорим про истинное воспаление истинное воспаление писательной железы то она по своему течению подразделяется на острое это быстрое резкое острое начало обычно сопровождается выраженными болями затрудненным мочи и спусканием самое главное высокой температурой цифры очень высокие 38 39 40 зачастую мы вынуждены госпитализировать таких пациентов иногда даже в отделении интенсивной терапии так выглядит острое воспаление предстательной железы весом грим про хроническое течение то обычно это вяло текущая без какой-то яркой реакции без температуры симптомы то чуть больше то чуть меньше именно с этим приходится врачу работать и вы снять истинную причину если мы говорим про причины возникновения воспаления предстательной железы то принципиально делят на бактериальный то есть вследствие бактериального воспаления и не бактериальные воспаление предстательной железы есть ряд анализов которые позволяют нам детализировать истинную причину воспаления простаты и в дальнейшем назначить необходимое лечение если мы говорим про бактериальную природу воспаления то в основе должно лежать антибактериальная и противовоспалительная терапии если мы говорим про небактериальные причины воспаления предстательной железы то мы говорим про другие методы лечения которые направлены на подавление воспалительной реакции должен сказать то что воспаление предстательной железы как и воспаление других органов, особенно если мы говорим про какое-то вялотекущее течение, оно редко, когда приводит к каким-либо серьезным изменениям, которые могут повлиять на те или иные функции. То есть говорить о том, что наш пациент может что-то истинно пропустить, сложно. Больше мы говорим про качество жизни и про те симптомы, которые беспокоят пациента. Да, действительно, у хронического пастазита есть ряд неприятных симптомов и осложнений, как ухудшение эректильной функции, как снижение качества жизни. В каждом случае это имеет достаточно специфическое проявление и симптомы. Мы должны оценить каждого пациента индивидуально и от этого формулировать наше дополнительное обследование и лечение. Если мы говорим про истинное воспаление, потому что в подавляющем большинстве случаев пациент, когда думают о том, что у него воспаление пристательной железы и называют его простатитом, за этим просто прячутся либо возрастные изменения простаты под названием аденома, либо гиперплазия пристательной железы, либо, не дай бог, злокачественные опухоли, либо какие-то другие функциональные расстройства нижних мочевых путей. Если мы говорим про обычные рутинные хронические простатит, особенно в молодом возрасте, то обычно мы не прибегаем к каким-либо оперативным методам лечения, речь идет про консервативное лечение. Но должен сказать то, что есть определенные условия, при которых поддерживается хроническое течение воспаления пристательной железы. У пациентов с увеличенной пристательной железой, то есть с аденомом пристательной железы, с выраженным нарушением мочеиспускания, то есть поддерживает воспаление именно нарушение мочеиспускания. И вылечить такое состояние можно только восстановив качество мочеиспускания у такой группы пациентов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!